Люди есть, я думаю, что он тут забрался. Рыбак какой-то непонятный. Итак, друзья, всем привет. ЛР-70 просто мечта. Друзья, к чему стремятся сейчас все фонари? Дальнобойность, рассеянный свет, пауэрбанк, компактность, удобство в управлении. Ну еще и друзья, тут есть красный свет. Так, вот двусторонний кабель Type-C. Сейчас поговорим об этом подробно. Ребят, по ссылке в описании можно заказать этот фонарь у официального представителя Nightcore. А по промокоду Иванов можно получить скидку. Все это в описании под видео. Смотрите. Много фонарей, все есть. А насколько же оно качественно? Давайте проверим. Значит, это дальний свет. Он включается вот так, удержанием. Здесь несколько режимов. Максимальный 3000 люмен, минимальный 1 люмен, 600 часов при этом он светит. Значит, емкость у нас 10000 мАч. Рассеянный свет включается вот этой кнопкой, удержанием. И меняем режим. Минимальный режим у нас 5 люмен, 200 часов светит. Максимальный 400 люмен яркость. Выключаем удержанием. Естественно, тут есть память. Двойной клик. Красный свет. Короткими кликами. Дальше у нас включается маячок и SOS. Белая часть это прочнейший поликарбонат. Есть ребра жесткости. Черная это сплав алюминия. Гнездо зарядки Type-C. Естественно, плотная заглушка глубокая. Защита от влаги IP67. Резиночки у нас все плотно. Мы можем погружать его в воду. Ну, там до метра. Думаю, нормально. Плыть ничего не станется себе. Значит, в комплекте у нас идет двухсторонний Type-C. Мы можем заряжать его и отдавать энергию, друзья, до 18 ватт. То есть, это быстрая зарядочка у нас. Так, здесь у нас есть скоба вот такая. Она не болтается очень приятно. То есть, мы можем подвесить, естественно, включить светильник и гулять, отдыхать. Многие, конечно же, не забывают про налобные фонари, которые освобождают руки, но при этом дают какую-то яркость вот в нужную зону рабочую. Ну, на крайняк мы можем за вот это подцепить на грудь как-то, да, за крестик, за веревку. Ну, все и пользоваться. Конечно, он тяжелый. Это там не лучшее, не самое комфортное решение, но тоже можем так использовать. Да. Ну, ребят, обычно, когда много напихано, оно плохо получается, но тут все на высоком уровне, я считаю. И максималочка, избыточный свет, уже 3000 люмен, друзья. Несмотря на то, что рядом много фонарей, все равно видно, что мой фонарь лупит круче. Так, насчет удобства управления. Вот, может показаться, ну, все вместе, наверное, что-то неудобно. Нет, друзья, вот кнопочка под пальцем как раз. Есть спуск небольшой, видите, спуск. Луч отличный, сбалансированный. Ну, не проигрывает многим фонарям 3000 люмен, это достойно на сегодня. И вот эта часть тоже, видите, сужение, очень удобно. Чувствуется, вот что-то заполняет ладонь конкретно. Явно не выскользнет. Да. Синенький такой загорается лучик. Это индикация уровня заряда батареи, ну, и в процессе зарядки тоже он мигает. При зарядке можно светить. Это огромный плюс, я считаю, прям полноценный светильник. Вот вся информация. Емкость, токи, вход-выход, обратите внимание, и серийный номер. Есть он, и он соответствует вот этой информации. Повесив фонарь на веточку, он радостно осветит ваши праздники. Причем емкость 10000 мАч позволит светить в максимальном режиме 400 люмен 7 часов. Чуть ниже, 55 люмен, 60 часов. Опять люмен, 200 часов. Красный свет, 10 люмен, светит 80 часов. Два люмина, 260. Первый режим, вот до дерева, метр. Ну, кажется, больше одного люмина. Второй режим, уже намного лучше. Вон деревья видно, вот конструкция какая-то деревянная. Третий режим, уже отлично. Четвертый, избыточно. Можно гасать на всех парах. И максималка, друзья. Это дальний свет у нас, друзья. Фонарь классный, ссылка в описании. Не забывайте о промокоде. Подписывайтесь на канал. И пишите насчет сравнения с ЛР-60, если вам интересно. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok